Значительные внутренние резервы выявило экономическое сотрудничество шахтерских бригад Кузбасса с машиностроителями Юж-Кузбасс-Угля. А начало было положено в первые дни года. Тогда на крупнейшей в стране шахте Распадская сложилась тревожная, почти критическая обстановка. Из-за отсутствия горно-шахтного оборудования в длительный простой могли попасть бригады героев социалистического труда Владимира Матвеевича Гвоздева и Владимира Григорьевича Девятка. Бригады в стране известны, добывающие по миллиону и более тонн угля в год. Только сутки, простое у них, это 5-6 тысяч тонн потерянного угля. Бригадиры срочно выехали в Караганду в объединение по производству горно-шахтного оборудования. Тогда и решили поставить взаимоотношения на экономическую основу. Машиностроители взяли обязательство вовремя поставить на шахту два новых комплекса хорошего качества, а объединение Южку с Басугой перечисляет им из фонда материального поощрения 60 тысяч рублей для премирования тех, кто делал комплексы. Карагандинцы сдержали слово. Более того, комплексы стали надежнее в работе. В них внесены все изменения, предложенные шахтерами. Без переделок ремонта секции комплекса прямо с колес начали спускать в лаву. Подвести итоги соревнования шахтеры решили в конце года. Ведь в договоре записано, если бригады Гвоздева и Девятка выполнят свои обязательства, добудут по миллиону тонн угля, то рабочие Харгормаша получат еще 20 тысяч рублей. За надежность машин, за участие в добыче. Выгодно ли такое экономическое содружество шахтерам? Для нас это очень выгодно. Мы эти 60 тысяч превратим в 200 тысяч дохода своего чистого в фонде материального поощрения. Я думаю, что этот почин должен быть распространен более широко. Это новая практика взаимоотношений между предприятиями.